Сегодня в Наринмаре состоялась очередная 18-я сессия собрания депутатов Ненинского округа. В повестке дня 12 вопросов, в их числе обращение в правительство Российской Федерации по вопросу усиления безопасности в российских образовательных организациях. Предложено внести изменения в соответствующие нормативные документы в части обязательного оборудования учреждений не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных пропусков, а также единого стандарта обеспечения безопасных условий обучения. Обращение подготовлено в связи с недавней трагедией, произошедшей в детском саду «Сказка». Подробнее о других вопросах в материале Ольги Руссу. Проект окружного бюджета на ближайшие три года утвержден в первом чтении. Соответствующий закон на 18-й сессии представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Концепция бюджета на следующий год достаточно консервативна, так как Департамент финансов и экономики исходит из реальной оценки доходной части бюджета. Бесспорно, определенные приоритеты будут сохранены. Это реализация региональных проектов, сохранение социальных выплат, продолжение строительства начатых объектов, улучшение качества жизни населения. Прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год составляет 16,8 миллиардов рублей, расходы 19 миллиардов рублей, дефицит 2,3 миллиарда рублей. В структуре расходов окружного бюджета наибольший удельный вес в следующем году составят расходы по следующим разделам образования 27%, национальная экономика 22%, социальная политика 18%, жилищно-коммунальное хозяйство 9% и здравоохранение 8%. Расходы на социальную поддержку граждан в 2020 году составят почти 2 миллиарда рублей. В законопроекте предусмотрена индексация отдельных мер социальной поддержки, а также бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в размере 2,3 миллиарда рублей. Проект бюджета прошел согласование в счетной палате. Счетная палата провела экспертизу проекта закона об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По мнению счетной палаты прогноз доходов реалистичен, поскольку он основан на уточненном прогнозе социально-экономического развития Нинско-Автановного округа. Доходы и расходы бюджета по сравнению с 2019 годом снижаются. Тем не менее, на основании анализа исполнения окружного бюджета в 2017-2018 году можно сделать вывод о том, что фактическое исполнение бюджета по сравнению с прогнозируемыми показателями существенно отличается. Полагаем, что если фактически сложившаяся цена на нефть будет выше, чем она запланирована в бюджете, то возможно поступление сверхплановых доходов в окружной бюджет. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова прокомментировала работу над проектом этого закона. В соответствии с окружным законом о бюджетном процессе администрация округа представила в собрании депутатов окружной закон, который сегодня был рассмотрен на сессии в первом чтении. Дальше у нас пойдет работа по расходной части бюджета, самая сложная, там будет несколько у нас комиссий по всем ГРБС, подробно будет рассмотрено. В Нинецком округе приняли стратегию развития региона до 2030 года. Она включает ключевые тематические блоки по основным направлениям экономического развития региона. Развитие человеческого капитала и социальной сферы инфраструктурного развития, природопользования и экологической безопасности, государственного и муниципального управления, пространственного развития региона до 2030 года. Подготовка проекта «Стратегия» осуществлялась с учетом методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. Было много проведено встреч, в том числе и с депутатским корпусом. Были у нас вопросы определенные, которые возникли при рассмотрении первого раза на комиссии собрания депутатов. Они касались в первую очередь того, что в стратегии не были учтены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием коренных и малочисленных народов, проживающих в Ниньском автономном округе. Мы сделали предложение, чтобы разработчики поправили этот момент, и этот раздел в стратегии появился. Будем надеяться, что при реализации те планы, которые в стратегии заложены, они найдут свое воплощение, и все запланирование послужит на улучшение качества жизни и благосостояния жителей Ниньского автономного округа. Также народные избранники предложили учесть развитие национальных видов спорта. Еще одно предложение депутатского корпуса – разработать стратегию социально-экономического развития муниципальных образований в разрезе сельских поселений округа. Все предложения депутатского корпуса были учтены при доработке стратегии.